Судя по тому, как готовились к ночной вылазке участники, назвать это игрой можно едва ли. Настоящие водные команды, тактика ведения боя и сценарий учений. 30 студентов НХТИ примерили на себя роль военнослужащих. Армия для настоящих мужчин, объясняет Ира. Но отказаться составить компанию парням она не смогла. Ведь для нее это своеобразный вызов. Очень интересно. Мы готовим еду на костре, тоже гуляем, бегаем с утра. Так как рано просыпаемся, это, конечно, непривычно, но все-таки много успеваем сделать за это время. Разные у нас идут обучения, как разбирать, собирать автомат. Также старовый шаг обучали. Студентов поделили на три взвода. По сценарию игры задачей первого и третьего было захватить оборонительную позицию взвода под номером два. Вообще весь смысл этого движения. Это вот движение, то есть это отработка движения в колонии, отработка дозорных, чтобы каждый знал свое, допустим, сектор обстрела. То есть в том плане даже у нас будет как двигаться. То есть двое идут впереди дозорные, один на тылу и каждый должен свой фланг право-лево контролировать. Для обороны женская половина второго взвода использовала свое главное оружие – звонкий голос. Тебе во всех сторон, да, я везде буду. Если что, кричать, что я буду. Везде, кричи меня, все. Подобные заезды в лагере «Юность» проходят уже четвертый год. Разместили ребят в нескольких корпусах. За все остальное отвечали сами участники. Что самое интересное, всю подготовку, всю эту работу они организуют своими руками. То есть подготовка пищи производится на костре. То есть они учатся выживать в полевых условиях. Скоординировав свои действия, первое и третье отделение организовали штурмовую группу, которая отвлекла на себя оборонцев. В это время представители нападающих взводов добились желаемого. Они взяли оборонительную позицию. Война войной, а обед по расписанию. Бивак – именно так называют это место сами участники. Кстати, оно у них одно из самых излюбленных. После тяжелого насыщенного дня здесь можно и в хорошей компании поговорить, и горячего чая отведать. Ну и, конечно же, покушать вкусной полевой кухни. Вадим Струминский, Максим Липин. Новости НТР.